Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем! Мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов». У нас пришел черед читать 8 главу, и мы будем читать ее вторую часть и рассуждать об этом. Хочу только напомнить, что несмотря на то, что в титрах я вставляю синодальный перевод, но вообще читаю из перевода Штерна, это 8 глава, начиная с 25 стиха. После того, как Кефа и Йоханан закончили свидетельствовать и проповедовать Слово Господа, они направились назад в Ирушалайм, провозглашая добрую весть во всех сомнениях Шамрона. Ангел Адонаев сказал Филиппу «Встань и иди на юг по дороге, ведущей из Ирушалайма в Азу, по той, что заброшено». Прежде всего, небольшая территориальная привязка. Как вы понимаете, из Шамрона апостолы вернулись обратно в Ирушалайм, а вот Филиппу ангел сказал, что он должен пойти по дороге из Ирушалайма в Азу. По сути, путь, который начинался, собственно говоря, в Ирушалайме, он был направлен в сторону моря, в сторону Азы. Проходить ему пришлось через Эмик Рафаим, долину Рафаимову, и он пришел вот на территорию где-то примерно в районе Аждода. Но гораздо важнее здесь то, как Филипп прореагировал на те слова, которые были обращены к нему ангелом. Он послушен. Вот эта черта, которая встречается нам на страницах Священного Писания, и мы все больше и больше будем ее видеть среди апостолов, стремление быть послушными к тому, что Бог говорит. Мы с вами уже говорили здесь многократно, и я эту мысль буду довольно часто повторять, что вера в Бога не нечто такое абстрактное. Вера в Бога означает послушание Ему, стремление выполнения Его воли. 27 стих. Он встал и пошел. По пути он заметил Эфиопа, Евнух, который заведовал всеми сокровищами Кандакии, царицы Эфиопии. Он приезжал в Ирушалайм для поклонения. Ну, прежде всего, мы видим термин Эфиоп. Внешний вид этого человека выдавал в нем именно Эфиопа. Текст называет этого человека Евнухом. Я думаю, что и здесь, и в некоторых текстах Танаха понятие Евнух имеет гораздо более широкий смысл, подразумевая служителя, что и поскольку он был служителем у царицы, то чаще всего это действительно были люди скопированные. Здесь имелось именно это в виду. Мы с вами прочитали, что он был Евнух, который заведовал всеми сокровищами Кандакии. Кандакия – это титул, не имя, наподобие Цезарь или Кесарь, как это в русском переводе, или же Фараон Паро. Титул матери царя. И, естественно, здесь возникает вопрос, откуда же взялся этакий Эфиоп, пусть даже вельможа царский, который ездил на поклонение в Иерусалим. И что его побудило поехать на поклонение в Иерусалим. Как мы сегодня знаем, что есть так называемые эфиопские евреи, которые себя называют, к слову сказать, Бейт-Исраиль, что значит Дом Израиля. В Израиле они известны также, как Фалаши, что значит «изгнаники» в переводе с Ахмарского. Считается, что это люди, потомки сына царицы Савской и царя Соломона. У нас нет исторических данных, есть данные в традиции, как еврейской, так и в христианской, о том, что действительно, когда царица Савская уезжала от царя Соломона, помимо сокровищ, которые он ей надарил, подарков, она увозила с собой еще и сына его, и она хотела воссоздать для него культ, подобный тому, который был в Иерусалиме. Поэтому Соломон повелел многим священникам, согласно традиции, конечно же, многим представителям священнического рода отправиться вместе с ней. И таким образом появился институт поклонения, подобный иудейскому, в Эфиопии. Несмотря на то, что прямых подтверждений этому нет, но многие исследования показывают, что действительно с древних времен, еще до христианского периода, в Эфиопии был развит культ, подобный иудейскому поклонения. И вполне может быть, что вот этот вот Евнух и был потомком людей, сопровождавших его, да, я имею в виду сейчас левитов. Обратите внимание на то, что написано, что он приезжал в Иерусалим для поклонения. Интересно, что на страницах священного писания мы находим несколько видов людей по отношению к иудаизму. То есть есть иудеи, для них поклонение в храме в Иерусалиме – это норма в соответствии с заповедями Моисея. Есть не иудеи, язычники, среди которых были самаряне, которые, несмотря на то, что имели некую связь с корнями еврейскими, но при этом у них не было поклонения в Иерусалиме, так как это было принято у иудеев. Помимо этого были люди, которых можно называть с точки зрения закона Моисеева, человек, который принял иудаизм, ничем не отличался и не отличается до сегодняшнего дня от того, кто в иудаизме родился. Для примера могу сказать, что один из самых популярных на сегодняшний день древних раввинов в Израиле – Раф Акива, улицу имени которого можно найти практически в любом израильском городе. Он родился не евреем, принял иудаизм. То есть с точки зрения иудаизма он был таким же иудеем. Мы видим, что он был на поклонении в Иерусалиме, а я дам вам привязку по времени. Об этом мы многократно говорили, что это произошло вскоре после праздника Шавуот Пятидесятницы. И я рассказывал, когда мы говорили об этих праздниках, у меня есть об этом, кстати, уроки, если кто-то хочет, может посмотреть, что очень многие евреи, которые жили далеко от Иерусалима, они приезжали в Иерусалим на Песах и оставались до самого дня Пятидесятницы. Почему? Потому что и тот, и другой в это праздник, так называемый Шлашар и Галим, то есть когда человек должен был посетить храм по заповеди, по закону Нам Тары. И наиболее богобоязненные люди, наиболее тремящиеся, я бы сказал так, выполнить заповедь Божью, приезжали в Иерусалим на Песах и оставались там до праздника Шавуот. Судя по тому, что мы здесь читаем, что он движется из Иерусалима, то вполне вероятно, что речь идет как раз о таком человеке, который пробыл весь этот период в Иерусалиме. По прошествию праздника он отправляется домой до того, как придет время третьего праздника, который, как известно, праздник постановления Кочи Суккот. Что нам дает этот текст? Прежде всего, он дает нам представление об этом человеке. Смотрите, как интересно. Мы с вами прочитали, что он был евнух, если это воспринимать буквально, то есть он не мог войти в сообщество еврейского народа, хотя история Израиля, еврейского народа, особенно новейшая история, содержит и исключение из этих правил. Мы видим, что он был очень ревностным. Он приезжал, даже если предположить, что он не был между Песохом и Шивот в Иерусалиме все это время, то есть, значит, получается, он приезжал на Песох, потом вернулся в Эфиопию и приехал снова на Шивот, что тоже, в принципе, возможно, хотя там всего 50 дней. Он стремится исполнить заповеди Божии. 28 стих нам говорит, а теперь, возвращаясь домой, он сидел в колеснице и читал пророка Ишаяху. Интересная деталь, что он читает свиток. Почему? Потому что далеко не всякие, даже довольно богатые люди имели такую возможность. Но действительно нам это показывает его, как человека богатого. И что он читает? Мы с вами видим, он читает пророка Ишаяху. Господь побуждал его читать тексты, связанные с пророчествами, которые находятся в 52-53 главе этой книги. А мы с вами знаем, что именно эти пророчества очень четко и ясно указывают на Ишаяху как Машеха. И поэтому, когда Дух сказал Филиппу, подойди к колеснице и иди рядом с ней, подойдя Филиппу, услышал, что Фиоп читает из пророка Ишаяху. Ты понимаешь то, о чем читаешь? Спросил он. Как я могу понять, отвечал тот, если мне никто не объяснит? И он попросил Филиппа подняться и сесть с ним. Интересно. Он читает книгу пророка Ишаяху. Филипп собирается проповедовать ему о Машехе, что Ешо Машех — это ли не действие Духа Святого? Вспомним, что и Филипп пришел на это место, будучи посланным туда ангелом. Филипп и дальше проявляет свое стремление быть послушным Богу. Мы с вами прочитали, что Бог сказал ему, подойди к этой колеснице. И он подошел. Не испугался, хотя там, наверное, была и охрана, и огромное количество спутников у этого человека. Он услышал, что и Фиоп читает. Филипп его спрашивает, понимаешь ли ты, о чем читаешь? Он говорит, ну как я могу понять, если кто мне не объяснит. Мы не видим, чтобы Дух ему что-то говорил из текста, но мы понимаем, что он ведом Духом. Почему? Потому что он предлагает Филиппу сесть рядом с ним. Возможно, по одеждам он понял, что это иудей. Скорее всего, так. У них завязывается разговор. Отрывок же из Танаха, который он читал, был следующий. Он был подобен овце, который ведут на заклание. Как ягненок нем перед стригущими его, так и он не открывал своих уст. Он был уничижен, несправедливо осужден. Кто расскажет о его потомках, если жизнь его была взята от земли? Евнок сказал Филиппу, вот мой вопрос тебе, о себе ли говорит пророк, или о ком-то другом? Интересно, что на сегодняшний день это, наверное, самый большой вопрос и самый ключевой вопрос, который задается вот на этот текст Священного Писания. Возможно, вы знаете, но существует три толкования на данный текст. Первое толкование, что речь здесь идет о самом пророке, как его и спрашивает здесь, как Филиппа и спрашивает здесь Евнух. Второе, что речь идет о народе Израиля. И третье, что речь идет о Машехе. В иудаизме распространена идея, что речь идет о Машехе Бен-Юсеф, который должен прийти для того, чтобы пострадать. В моих уроках есть об этом рассуждение, я сейчас не буду в эту идею углубляться. Но смысл вопросов был правильным. Евнух спрашивает Филиппа, о ком здесь идет речь. И мы с вами читаем 35 стих. Тогда заговорил Филипп и начал от этого отрывка, рассказывая ему благою весь Оишуа. Спускаясь к водоему, они приблизились. Евнух сказал, смотри, вот вода, почему бы мне не принять погружение? И Филипп сказал, если веришь всем сердцем, то можешь. Он ответил, я верю, что Ешо Мессия Сын Божий. Что здесь мы видим? Надо сказать, что не все манускрипты содержат вот этот текст 37 стиха, но я думаю, что он вполне уместен. Почему? Потому что крещению предшествовало исповедание. Должен сказать, вот какой момент. Сегодня очень многие люди, опираясь на этот текст, и некоторые похожие, говорят о том, что исповедание Ешоам Ашахам достаточно для крещения. Замечу, то, что было однозначно для иудаизма, абсолютно неоднозначно для всего остального мира. Почему? В отличие от всего остального мира, иудаизм в то время был глубоко сведущий в священных писаниях, знал законы, знал заповеди. То есть им не нужно было объяснять, кто такой Бог. Им не хватало только одного, веры в Машеха Ешоа, которое приводит к прощению грехов. Они не нуждались в назидании, они не нуждались в объяснении, кто такой Бог, они не нуждались в наставлениях, таких, какие нуждаются другие. Сегодня мы очень чаще всего сталкиваемся с людьми, которые весьма далеки от базовых идей священного писания, от базовых принципов, для которых, не знаю, еще это изображение на стене. Нужно понять, что они знают и понимают некие базовые принципы, заложенные в священном писании. Но, как мы и сказали выше, здесь речь идет о человеке подготовленном, а значит, вполне легитимно Филипп, услышав из его исповедания, пришел к идее, что он вполне может быть крещен. Мы с вами читаем 38-39-40 стихи. Он приказал остановить колесницу, затем Филипп и Иоанн спустились к воде, Филипп погрузил его. Когда они вышли из воды, дух Господа унес Филиппа, Евнух же уже не видел его и продолжал свой путь, радуясь. А Филипп оказался в Аждоде, продолжая провозглашать благую весть, проходя по всем городам, пока не пришел в Кесарию. Начиная с этого момента, когда Филипп крестил этого человека, его функция как бы закончилась. Хочу еще раз напомнить, что речь шла о человеке, который имел базовые знания и базовые принципы Священного Писания, необходимые для дальнейшего жизни. Он читал Священное Писание, то есть он имел этот инструмент. Чаще всего мы сталкиваемся сегодня с людьми, которые далеки от всего, о чем здесь идет речь. То есть они только-только начинают совершать первые шаги в вере. Но вместе с тем, действительно, вот это главная задача евангелиста, любого в данном случае, речь идет о Филиппе, после того, как он свидетельствовал, он увидел возможность преподать человеку твиллу, погрузить его, и после этого его функция, по сути, была закончена. Этим человеком должен был заниматься либо он сам, либо какие-то другие люди с помощью Божьей, разумеется. Филипп продолжил свою функцию нести благую весть по всему лицу Израиля. И мы с вами прочитали таким образом из Аждода он добрался до Кесарии. Вот такой у нас замечательный текст на сегодня. Да благословит вас всех Господь! Бащам еще машех! Амин! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok